Всем привет! Сегодня у нас будет на ремонте такой робот-пылесос. Никогда раньше я не разбирал пылесосы. Вообще его вижу в первый раз. Не знаю даже из чего он состоит. Просто стало интересно. И также поделюсь с вами. Если что-то я сделал не так, напишите мне в комментариях. Будет очень интересно. Если ты своими руками не потрогаешь, не разбираешь, ты так и не будешь знать, что же за этот чудо аппарат и как он работает. Какая у него проблема? То есть до этого, как мне отдали, была проблема, он выезжал со своей станцией, покатается минутку-две и возвращается обратно. Будто это аккумуляторы. Почистим его, посмотрим аккумуляторы, если надо будет заменим и попробуем запустить. Если у вас есть такой же робот-пылесос и наподобие, смотрите это видео, может пригодится. Так, ставим его на зарядку. Видим, что здесь есть. То есть запускаю я включаю на авто. То есть он весь день стоял, до конца лампочки доходит, что он готов работать. Я включаю и у него постоянно такая беда. Попробовал подзарядить также отсюда. Ничего не изменилось. Снимаем отсек для пылесборника. Вытаскиваем его. Видим, вроде состояние такое чистенькое. Далее здесь имеются такие две защелочки. Мы их нажимаем вот сюда. И нижняя часть фильтров у нас должна сняться. Не знаю, вы это делаете, нет. То есть вот защелочки вот эти. Снимаем нижнюю часть фильтров. Затем открыли. Видим наш фильтр. И еще один фильтр. Затем видим здесь такая защелочка. Ее нажимаем. Вот эту часть приподнимаем и вытаскиваем наши щетки. Так. И так. Не забывайте их тоже обслуживать. Мыть пыль. Вот в этих местах бывает очень много всякой грязи, волос. Обратите внимание, вот видите, даже вот здесь волос. Я сниму. А здесь очень много волос. Подшипник не вращается. Пытаюсь его вращать. Он не вращается. Мокрый. Если вот на этой щетке я снял подшипник, как бы я держу. Ось вращается. То на этом не могу я держать. Подшипник заржавел. Следующим образом отключим крышку, где расположены наши аккумуляторы. Такие вот два винтика. Снимаем верхнюю часть. Модель пылесоса такая вот. Здесь расположен наш аккумулятор. То есть замены серьезно здесь ничего нет. Так вот достали. Здесь вот такая защелка. Вот она, защелочка. На нее надо нажать. И ваша батарея должна выйти. То есть пальцем у меня не получилось. Вот так она выглядит, защелка. Взяли мультиметр. Поставили на постоянный ток 20 вольт. И измеряем батарею. Батарея видимо у нас. Так. 0.17. А должно быть. Весь день она стоит на подзарядке. Такого быть не должно. То есть батарея под замену. Начинаем разбирать наш пылесос дальше. Видим у нас колесики. Колесико вращается туго. Я не знаю здесь отдельное двигатель или нет. И щетки. Видим я вращаю щетку. Вторая щетка у нас вращается. Под щеткой видим очень много пыли. Открываем инструкцию. Чистка и уход. Рекомендуется регулярно удалять сгрязнение с боковых щеток. Для продления срока службы. То есть чтобы вот такой пыли у вас здесь не было. Чтобы щетки у вас служили долго. И ничего не наматывалось на щетки. Надо регулярно. Хотя бы раз в месяц. Ну смотрите. Пылесос пылесосит. Посмотрели. Чтобы у вас не было таких пахмутев. Что болтается. Можете обстричь. Потому что вот эти волосинки. Вам могут попасть вот сюда. И намотаться. Вокруг вашей оси. Таким образом. У вас. Ваша щетка застрянет. Двигатель перегреется. И надо будет менять. Ваш двигатель на щетке. Выключаем щетку. Винтик здесь вот такой вот. На некоторых моделях. Есть. Левая и правая щетка. Они подписаны. Не путайте. Видим. Сколько здесь грязи. То есть. В книге написали. Не зря. Видим. Сколько пыли. Грязи. А потом. После такой пыли. Грязи. И выгорает. Вся электроника. Винтик такой же. Снимается. Налегко. Снимается. Налегко. Датчики. И чистить под ними. Датчики падения. То есть. Чтобы ваш пылесос не упал. Никуда. Здесь сделали. Три датчика. То есть. Впереди. И по бокам. Два. Также рекомендуется. Протирать их. Сухой тряпочкой. То есть. Взяли ватную палочку. И протерли. Чтобы вам не разбирать. Ваш пылесос целиком. Вот эти. Раз. Датчик. Два. И три. Колесо. Тоже. Должно вращаться. Видим. Как я вот. Кручу его. Оно. Еле-еле вращается. Оно должно крутиться. Легко вращаться. Не знаю. Там что под ним. Есть актопар или нет. Я смотрел. Помогил. Рассказывал. Что вот эти. Белые штучки. Типа. Что-то считывает. Какой-то. Типа актопары. Не знаю. Разберем. Посмотрим. То есть. Достается оно легко. Тоже вам. Суем. Грубо говоря. Отверточку. Вот. Я ее. Просто вот так вот. Наклоняю. И достаю. Так. Так. Что видим. Вот. Уже. Сколько. Накопилось. В пылесосе. Пыли. Не разбираю. Так. Вот. Вот. Эта часть. Видим. Вращается. Туго. Надо будет. Ее. Потом. отмыть. Смазать. Также. Видим. Держу. Ее. Тут. Тоже. Она будет. Убрать. Всю. Пыль. Можете. Помыть. Потом. Смазочка. Смазать. Начнем. Разбирать. Пылесос. Здесь. Винтик. Вот такой. Толстенький. Так. Вот такой. Толстенький. Так. Сейчас. Она не вылезет. То есть. Вот это. Уголки. Наш. У нас. Сюда. Крепится. Крепление. Вот эти. Ушки. Два винтика. То есть. Поднимаем их вверх. И таким-то образом. Снимается. Наш двигатель. Видим здесь состояние тоже. То есть вот этот двигатель отвечает у нас за вот эти вот щетки. Также нажимаем на защелочку и вытаскиваем его. И видим здесь черный след такой на двигателе идет. Поход делал в двигателе тоже плохо. Если вы взяли такую технику надо ее обслуживать хотя бы раз в полку откручиваем. Раз винтик, раз винтик, два винтика, раз винтик, два винтика. Винтик здесь такой маленький. Здесь такой же. Здесь видим расположен на пружинке. Пружинку я снимаю. Такая вот пружиночка. Длина пружиночки где-то вот такая вот 5 сантиметров. Затем вы можете отцепить или от У2 или от У2 ваш двигатель. То есть тоже видим, что вполне может быть плохо вашему колесику. Колесики подписаны, видим тут R, то есть справа. То есть вот отсюда он получается. Смотрим. То есть пружинка расположена у нас вот так. А здесь вот расположена она вон там вине. Такая же пружинка. Такая же пыль. Здесь буква L. Затем будем снимать нашу заднюю стеночку. Видим как она работает. То есть опять когда встает там какая-то кнопочка. Разберем посмотрим. Винтики здесь такие мелкие. Получается здесь 1, 2, 3 и здесь 1, 2, 3 винтики. Открутили 6 винтиков. Теперь аккуратненько снимаем вот эти направляющие. 1 и 2. Внимаются они очень легко. Ничего их не держат. После чего откручиваем 1, 2, 3, 4 винтика. Винтики здесь вот такие вот 4 штучки. Здесь вот у нас под этой штучкой в пыли еще один скрытый винтик. Такой же. И еще нашел я 2 винтика, которые надо крутить вот такие мелкие. То есть внимательно посмотрел. Так как не поднималась наша крышечка. Расположены они у нас вот здесь, в уголках, вот здесь и вот здесь. После чего аккуратно сможем снять нашу крышечку нижнюю. а когда будете снимать, здесь подцеплены у нас датчики аккуратно с проводами. Сейчас попробую показать. Вот видим там он подцепленный провод. Идет он туда. Цепили этот провод. И дальше это на нашей части достается. Видим тут тоже все у нас в пыли. Тоже надо пылесосить пылесос. То есть видим нашу стеночку, когда нажимается. Эти контакты наши срабатывают. Вот раз, два. Также можете взять мультиметр, включить на прозвонку и посмотреть целые они или не целые. Видим светодиоды наших лампочек тоже у всех в пыли. Видео смотрю по разбору, блин. У всех присос такие чистые. Как будто их специально начали разобрали, отмели, потом разбирают. Датчик тоже с пыли. Это датчик тоже с пыли. Видим к нашему пылесосику подходит в плате 4 провода. То есть за это колесико. Здесь видим у нас тоже светодиод, который отвечает. Это ваш микрофончик, который разговаривает. Это ваш Wi-Fi. Что тут еще интересно. Щетки. Видим два моторчика у нас отдельно стоят. То есть на левую и на правую щетку. Видите, когда вращаешь, двигатель выдает напряжение и начинает вращаться вторая. Счет датчик стоит. Давайте начнем потихоньку разбирать. Научимся иметь двигатели, снимать плату. Вдруг кому-то пригодится. То есть видим вот наша кнопочка. Он был. Когда у вас будет ваш пылесос мудрить, попробуйте выключить и включить. Также питание. Если у вас станция вашей не заправляется, можете попробовать зарядить отсюда. Провода так по одной штучке вытаскиваете и все легко у вас выйдет. То есть здесь получается два вида зарядки. Одна такая, один такой провод. Расположение вы видите. Затем видим вот эти два контакта. Когда крышку ставим, скорее всего здесь расположен у нас двигатель. Ну не знаю, потом попозже разберу и посмотрю, что там за двигатель стоит такой. То есть она поставилась и нашу вот эту турбину вращает какой-то двигатель. Посмотрим потом. Тоже зацепляем. Откручивать я не буду, потому что смысла нет. Если у вас не вращается ваш турбин, посмотрите на эти контакты. Машины не прижимаются. Ну и дальше по цепочке по схеме. Модуль Wi-Fi. Если у вас через Wi-Fi не стал ваш пылесос работать через телефон, для того как-нибудь обратите внимание на эту схему. Достаем ее. Опа. Сэкономили. Она в болтике. Такой вот винтик. Такое вот название. Следующий у нас идет тоже какой-то датчик. Увидим тут такой светодиодик. Можно его отсюда отцепить. Можно отсюда. Такой вот винтик. Да, кстати. Про этот колесико. Вот вытащил его. Видимо. Тут тоже стыка волос, грязи. Вот из этого он так долго и вращался. Это надо все убрать. Почистить. Смазать. Дальше у нас идет динамик, который издает звук. То есть зацепляем его. После чего датчики. Их тоже отцепим. Пропылесосим. Так. То есть видим у них на боковую стенку вот эти. Ложки тут. А на нижнюю часть. Чтобы он не упал. Вот эти. Светодиодики. Если у вас будет биться об стенку, не определяться. Обратите внимание на вот эти вот светодиоды. Конечно не так называется по-другому. Здесь большой винтик справа был. Слева мелкий. И еще один такой. То есть мелкий винтик крепит у нас вот эту схему. хреновый, который выложит на боковую и нижнюю. вашего робота-пылесоса. Если что-то у вас, еще раз говорю, штукается в симку или куда-то падает вниз, обратите внимание на этот узел. Тогда откручиваем и снимаем. Открутили эту сторону. Здесь я отцепил от СО2 наш провод, потом посмотрю есть какая-нибудь их разница или нет. Левая или правая? Видим, то есть есть. Левую ты никак не поставишь правую в эту часть. Затем будем снимать дальше двигатели. Видим, здесь как бы два одинаковых у нас получается провода. Сюда подцеплен двигатель и сюда боковой подцеплен двигатель. Затем этот провод у нас идет на питание, которое идет до контакта. за счет получаются вот этих двух контактов заряжается наша батарея. Вот тоже вытаскиваем наши светодиоды, которые в свою очередь идут у нас на наш датчик. И за счет них наше колесо вот это вращается, управляется. То есть, если у вас будет засорено, рулить вас не будет как надо. После чего цепляем этот пучок с проводами. Что это за схемка, я так и не понял. Если вы знаете, напишите. Пока сильно я не изучал этот робот-пылесос. Ну, вроде интересно. Так. То есть, видимо, она уходит вот сюда в схемку. Вот этот провод у нас идет к модулю Wi-Fi. Здесь специально такие окошечки есть для защелочек. То есть, когда вот так делаем, защелки выходят и провод ваш выходит легче. Так. Провод мы берем. Такой проводок. Толстый кучок проводов. То есть, три провода у нас идут на эту схему. Возможно, даже на этот светодиод. Здесь тоже идут. Тут только два, три провода также на этот светодиод. Теперь мы отцепляем последний пучок с проводами. Наша схемка цеплена. Откручиваем винтики. У нас винтики здесь вот такие вот. И добрались до нашей схемы. Пайка здесь такая интересная. Вот наш процессор, который отвечает за работу нашего пылесоса. Вот она модель схемы. Но о ней рассказать ничего не могу, потому что я не знаю, что здесь ломается. Если у вас будет нагреваться мотор, смотрите по цепочке, что у вас будет угорать. Следующим шагом нас интересует, как заменить двигатель щетки. Левой или правой. Видим, наш моторчик расположен на трех винтиках. Раз, два, три. Здесь получается три. Здесь, блин, будет мешать, наверное. Сейчас попробуем. Мешается. Такие вот винтики. Давайте снимем нашу панельку, чтобы она не мешалась. Вдруг вам придется что-то тоже мне менять. Раз. Четыре. Открутили. Четыре винтика. Вот такие вот. Опять же, перед тем, как снимать, надо будет нам вытащить эти провода. Такие вот. Опять же, перед тем, как снимать, надо будет нам вытащить эти провода. Так. Еще раз провод. Два провод. Три провод. Отцепили. Видим, вот они наши все светодиодики, которые отвечают у нас за наше движение пылесоса. Что-то будет залитой. Откручиваем подставку. Такие вот винтики. Такая вот подставочка. Три. То есть это наш самый передний датчик. Ставится потом вот так. Затем, видим, я доставлю эту часть. Тоже какая-то контакт. Не знаю, для чего нужен. Угу. 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 Ну, надеваю. щетки. Какой-то пылесосный герметичный. Видим тут очень много пыли. Винтики такие же. И достается также маленько. Тут потому что внутри резиновые втулочки стоят. Вот эти резиновые втулочки, которые одеваются. Вроде следов нагара нет. Ну в принципе вот кончили мы разборку нашего пылесоса. Эта схема не откручивается. Она видать приклеена двух сторонний скотч. Видим вот эта штучка. Тут была смазка. Смазка у нас кончилась. Ну ничего, намажем новое. Ну на этом я думаю буду заканчивать свое видео по разбору. В следующее видео по сборке. Будем разбирать редукторы. Смотрите из чего они состоят расположение шестеренок. Также подключать двигатели. Смотрите целая линия нет. Потому что в таком состоянии не сильно охота это все делать. Также разберем эту часть. Сейчас я все очищу. Видим как обычно получилось почему-то такое долгое. Ну как умею. И так же подключим этот двигатель и посмотрим нагар. Видим здесь будет ли идти у нас что. Или не будет. Работает ли уже двигатель или не работает. И получается только на запчасти. То есть покупать аккумуляторную батарею 1500. И где-то вот этот узел 1800. То есть моторчик у нас видим здесь. Здесь как бы след от нагара. Ну не знаю. Может он рабочий внутри вроде. И другая причина еще почему. Как я вам показывал. То есть эти вот подшипники не крутятся. Что вполне из-за чего выгорит у вас ваш моторчик. А вот это все в комплекте идет. За 1800. То есть если конечно хотите сделать чтобы ваш пылесос работал нормально. то думаю не стоит жалеть денег. Ну в принципе вот и все. Я вам рассказал об этом пылесосе. Что я узнал. Вам показал. С вами поделился. Также тут много очень интересных деталей. Которые я не знаю. Буду изучать. Читать читать чуть ли чего. Также можете вы написать. Подсказать. Потому что я только начинаю изучать роботы пылесосы. На этом я заканчиваю свое видео. С вами был youtube канал Ямыпринтер. Если вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Также делиться своей информацией. Что у вас ломалось в вашем роботе пылесосе. И как вы выходили из данной ситуации. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok